Расцвет пробуждения с Хермесом Фалька-младшим. Распространение Евангелия в народах. Исцеление. Спасение. Чудеса. Свобода. Увидься Иисуса в действии. Служение. Расцвет пробуждения. С Хермесом Фалька-младшим. Добро пожаловать на «Расцвет пробуждения». Я ваш ведущий Хермес Фалька-младший. Сегодня вас ждет еще одна удивительная программа, наполненная благословениями. Ожидайте, что Бог будет говорить к вам в этом выпуске и коснется вашей жизни. У нас была просто невероятная миссионерская поездка в Бразилию под названием «Чудесная миссия». Она прошла с 1 по 9 июня. В нашей программе мы анонсировали эту поездку, и она прошла с большим успехом. Нашим партнерам выступило служение под названием «Встреча с судьбой». Мы собрали людей из разных стран, Финляндии, Америки, Англии, Южной Африки и даже из Дубаев. Мы как команда были в единстве, в вере, и очень хотели увидеть, как Бог будет менять жизни людей. И мы это увидели. Это было прекрасное излияние Святого Духа. Было очень много спасений. «Крещений в Святой Дух». Люди принимали крещение, и я слышал, как на иных языках говорили юноши, люди в возрасте, и это было прекрасно. Даже маленькие дети исполнились Духом Святым и также заговорили на иных языках. Слепые прозревали, хромые ходили, глухие слышали, и Иисус Христос был прославлен на том месте. Мы также служили бедным людям на мусорных свалках, и это было удивительно. Мы взяли людей, которые живут в крайней бедности, и отвезли их в церковь. В сотрудничестве с местными пасторами мы записали людей на участие в программе. Они приехали за едой, а мы дали им нечто иное. Они услышали Евангелие, понятное послание о спасении. О грехе, об аде и рае, о крови Иисуса мы проповедовали простое Евангелие. И однажды утром мы стали свидетелями того, как более тысячи человек приняли Христа как своего Господа и Спасителя. Они целый месяц получали продукты. Мы раздали три с половиной тысячи тонн еды сотням семей, и это стало для них огромной поддержкой. Эти люди увидели любовь Божию в действии. Многие слепые прозревали. Мы видели, как опухоли исчезали. Видели, как Иисус исцелял глухих и избавлял людей от боли. Бог использовал каждого члена нашей команды. Это просто поразительно. Я помню, как девушка из Финляндии, она студентка нашей онлайн-школы, помолилась за одного человека. Она возложила на него руки, а он был глухим 40 лет. Когда мы раздавали еду, этот человек подошел ко мне и сказал, «Скажите той девушке, что после того, как она помолилась за меня, мои уши открылись, а до этого я 40 лет был абсолютно глухим человеком». Он был в восторге от силы Божией. Мы также видели людей, которые были глухими от рождения. Женщина из нашей команды помолилась за 20-летнюю девушку, которая от рождения была глухой на одно ухо, а другим она почти ничего не слышала. Так вот, Господь полностью открыл ее уши, и она была полностью исцелена после молитвы члена нашей команды. Мы видели множество исцелений, излияние любви и Святого Духа. Господь двигался просто удивительно. А сейчас мы вместе перенесемся в Бразилию. Вы послушаете проповедь, увидите чудеса и Божие прикосновения. Вы увидите, как двигался Господь на том месте. Все будет так, будто бы вы были в Бразилии вместе с нами. И, возможно, вы даже захотите поехать с нами в нашу следующую поездку. Так что оставайтесь с нами. Это особый выпуск для того, чтобы вы могли увидеть и ощутить все то, что было на служении в Бразилии. Ну а после видео из Бразилии мы вернемся в студию, и я помолюсь за вас, чтобы то же помазание и сила, которые были в Бразилии, коснулись вашей жизни и жизни вашей семьи. Давайте прямо сейчас перенесемся в Бразилию на конференцию, которая называлась «Сила и чудеса». Это действительно чудеса и сила, которая пребывала на том месте в Бразилии. Послушайте это. Господь хочет обновить этот огонь, заново зажечь страсть вашим сердцем все больше и больше с каждым днем. Библия говорит, что мы идем от славы в славу. Не от испытания к испытанию. Не от пустыни к пустыне. А от славы в славу. От победы к победе. Тот же самый Дух, который воскресил Христа из мертвых, живет внутри вас. Халлилуйя! Это живой Дух. Иисус сказал, «У верующих в Меня из живота потекут реки воды живой. Все, что приходит от Бога, двигается». Двигается, понимаете? Оно никогда не стоит на месте и не залеживается. Он не сказал, что у вас в животе будет пруд. Он сказал, что это река. Реки, воды живой. У Божьего престола есть колеса. То есть, это движущийся престол. Бог движется. Он всегда в движении. Он никогда не останавливается. Люди в Ветхом Завете видели облако, и это облако двигалось. Оно не стояло на месте. Оно не просто припарковалось над Израилем. Оно двигалось, и народ тоже двигался. И знаете что? Сегодня все точно так же. Бог движется, и нам нужно следовать за движением Святого Духа. Не держитесь за то, что случилось 30 лет назад. Слава Богу за то, что Бог сделал 30 лет назад. Мы относимся к этому с уважением. Нам нужно научиться уважать Божие движения. Но не забывайте, что Он продолжает двигаться. Не застревайте в 70-х, в 80-х, или даже в том, что произошло в прошлом году. Я всегда помню то, что Бог сделал в прошлом. Я помню это и почитаю Его. Но я не могу застрять в этом. Мне нужно продолжать двигаться. Мне нужно продолжать расти. Мне нужно продолжать расширяться. Мне нужно двигаться вперед. Именно поэтому Павел сказал, «Одному я научился, и это я делаю, забывая заднее, я стремлюсь вперед к награде». Что-то произошло на Пятидесятницу. Помните, как на горе Синай, в 19-й главе Исхода, «Господь явился израильскому народу». Он заговорил и зазвучал гром. Появились молнии и сильный ветер. Господь заговорил, и все услышали Его голос. «Послушайте меня. В Новом Завете есть огромная сила. Мы живем в лучшем Завете с лучшими обетованиями». Посмотрите на жизнь Моисея, Исаии, Иеремии, Давида, Соломона, Елисея и других великих мужей Божьих. Посмотрите, как Бог двигался в их жизни. Но в Новом Завете мы имеем лучший Завет. лучше, чем был у них. Библия говорит, что мы имеем более великую славу, чем они. Библия говорит, что пророки мечтали жить в наше время. Они предвидели это время, но не могли до него дотянуться. Они думали, «Я бы так хотел быть сейчас в Бразилии, я бы так хотел быть в этой стране, в столице Бразилии в июне 2017 года». Вы можете себе такое представить? Да, они так думали, уверяю вас. Абрам, отец Сверы, мечтал увидеть этот день, «А в день Пятидесятницы был огонь, так же, как и в 19-й главе исхода». Там был ветер, сильный ветер, языки пламени касались каждой головы. Послушайте, обратите свое внимание на разницу, «Не упустите ее». Разница в том, что в Ветхом Завете Бог говорил к людям извне, понимаете, извне. Он говорил к людям извне. Но во время Пятидесятницы Бог начал говорить через людей, используя людей для проявления своей славы. Именно поэтому апостол Павел сказал, «Христос в нас — это надежда славы». В Ветхом Завете Бог говорил Сам и через Себя. Но в Новом Завете Он принял решение обитать внутри верующих и говорить, и двигаться, через людей. Он больше не говорит к нам извне. Он говорит изнутри. Голос Божий находится внутри вашего Духа. Дух Святой обитает в каждом верующем. В Ветхом Завете Дух Святой был ограничен. Он сходил только на царей, пророков и священников, но теперь в Новом Завете Дух Святой обитает в каждом верующем и он высвобождает свой голос через людей. Он высвобождает свою славу через людей. Так что поймите, вы стали руками Иисуса на этой земле. Вы стали ногами Иисуса Христа. когда вы идете к нуждающимся и служите им. Через вас действует Иисус. Когда вы возлагаете руки на больных, то помните, что внутри вас живет Дух Святой. Это Дух Жизни, Дух Силы, Дух Воскресения, и Он живет внутри вас. Поэтому когда вы возлагаете руки на больных, помните, что это не ваши руки, это руки Иисуса, которые действуют через вас. когда вы провозглашаете слово в чью-то жизнь, помните, это не просто ваши слова, это Его слова, выходящие из вашего разума. Во имя Иисуса Глаза открывайтесь во имя Иисуса. Глаза открывайтесь оставься ее лежать. Глаза откройтесь во имя Иисуса. Глаза откройтесь приказываю во имя Иисуса. Мы провозглашаем зрение. Зрение во имя Иисуса зрение. Теперь она видит. Ее глаза функционируют нормально. вот теперь она видит халилуя. 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 Да теперь она полностью видит. Как же это здорово. Она видит. видит. Она говорит, что теперь она видит все. Но послушайте, она ослепла еще в далеком 1974 году. Оставайтесь там. Коснитесь моего носа. К носу. Притрагивайтесь к носу. Это делает Иисус. Вас дайте всю славу Богу. Ведь Он достоин того, чтобы вы прославляли Его. Иисус сделал ее счастливой. Иисус Христос исцелил ее. Это очень мощно. Чудеса все еще существуют. Не относитесь к этому с пренебрежением. А это всего лишь зрение. она была слепой целых 42 года. Если бы вы были слепы 42 года, вы бы тоже сейчас так мощно радовались. Она была слепой дольше, чем я живу на этой земле. Она сказала «Слава Богу!» Эту женщину зовут Франциска. Она была глухой. Скажите, а на какое ухо? Какое ухо у вас не слышала? Правое. Она не слышала на правое ухо. Давайте послушаем, что с ней приключилось. Когда я была ребенком, я любила плавать. Однажды вода попала мне в ухо, и я не могла ее достать. Это случилось, когда вы были еще маленьким ребенком? что было потом? Я пошла к офтальмологу, и он удалил воду, но в ухе продолжало звенеть. то есть в ухе звенело. Да, в ухе звенело. Я хотела, чтобы мне сделали операцию и исправили это. Но мне сказали, что уже слишком поздно, у вас больше нет барабанной перепонки. Барабанной перепонки не было, вы слышали, да? Это было чудо сотворения. Многие отвергали ее из-за глухоты, и она отчаянно взывала Господу, потому что очень хотела слышать. Она говорила, «Господи, помашь мои уши, чтобы я могла слышать». Ну, а что произошло на конференции в прошлом году? Поведайте нам об этом. На собрании проповедник сказал, «Господь касается кого-то, у кого проблемы с правым ухом, и она тотчас же поняла, что это слово к ней, слово обращено к ней лично». Затем он помолился и возложил руки. Она говорит, «Он коснулся моего уха, и оно мгновенно открылось полностью». Затем я проверил, насколько хорошо она слышит. Она слышала прекрасно, и теперь у нее нет проблем с ушами. И сегодня она может слышать. Слава Иисусу! Хвала Господу! Разве не прекрасно лично наблюдать за тем, как движется Бог? Друзья, ничто не сравнится с Божьим прикосновением и с тем, как люди впервые сталкиваются с Божьей любовью, переживают крещение в Святой Дух и чудеса. Но самое главное — это сердце. Иисус хочет прикоснуться к вашему сердцу. Он хочет, чтобы вы познали Его любовь. Он любит вас очень сильно. Нас смотрят разные люди. Возможно, вы больны или в депрессии, или дьявол атакует вашу жизнь. Я хочу сказать, что в Иисусе вы не можете потерпеть поражение. В Царстве Небесном нет поражения. Я даже сейчас чувствую помазание. Я верю, что Бог захватит ваш дом. Я буду молиться за то, чтобы Бог коснулся вашего дома и сотряс его, и чтобы в вашу ситуацию пришло Царство Божие. Я верю, что люди будут исцеляться и освобождаться в результате этой молитвы. Давайте объединимся в молитве, в вере и в силе согласия. И вместе мы увидим прорыв в семьях и в наших жизнях. Вы видели силу Божию. Вы видели, как женщина, которая была слепой 42 года, была мгновенно исцелена, когда ее коснулась сила Божия. Было много чудес, много исцелений и много измененных жизней. Я хочу высвободить эту силу. Вы готовы ее принимать? Готовы ли вы принять свой прорыв прямо сейчас на этом месте? Ожидайте, что Бог коснется вас сию же минуту. Я чувствую помазание Святого Духа, и поэтому хочу молиться за вас. Если можете, то настроитесь на принятие. Поднимите руки или положите руку на сердце, но главное, настроитесь на принятие, и я буду молиться за вас. Отец, во имя Иисуса, я молюсь за каждого, кто смотрит эту программу, а особенно за тех, кто страдает от недугов или болезней. Господь, я приношу к Тебе моих друзей со всего мира. Молю Тебя во имя Иисуса, коснись их своей силой. Пусть они почувствуют дома, в своей комнате, помазание Духа, которое ломает ермо рабства. Господь, я высвобождаю Твое помазание во имя Иисуса для исцеления больных. Я приказываю боли, всякому мучению, всякому давлению и угнетению уйти прямо сейчас во имя Иисуса. Отец, пусть Твое помазание течет через экраны телевизоров и мониторы компьютеров. Мы высвобождаем прорыв и освобождение. Пусть Царство Небесное придет в их ситуацию. Я связываю опухоли, я проклинаю опухоли во имя Иисуса Христа. Я проклинаю глухоту. Я приказываю глухим ушам открыться во имя Иисуса. Я приказываю слепым глазам открыться во имя Иисуса. Отец, мы высвобождаем волну Твоего помазания. Пусть Сатана будет побежден в жизнях людей. Разрушь дела дьявола во имя Иисуса. Я связываю дух страха, дух депрессии во имя Иисуса. Мы высвобождаем Твою славу. Мы высвобождаем Твое помазание во имя Иисуса. Отец, пусть они будут полностью исцелены. Ради Твоей славы пусть это произойдет сегодня же во имя Иисуса. Аминь. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживает это служение. Я приглашаю вас стать нашим партнером. Нам очень нужны партнеры. Перед нами открываются новые возможности. И нам нужна ваша поддержка, чтобы вместе мы могли принести славу Божию в разные страны и регионы. Большое вам спасибо. Мы вас очень любим и ценим. Не забывайте заходить на наш сайт, а также пишите, как эта программа благословляет вас и вашу жизнь. Пусть Господь обильно благословит вас. Мы любим вас. До новых встреч. Будьте благословенны. Расцвет пробуждения с Хермесом Фалька-младшим. Распространение Евангелия в народах. Исцеление. Спасение. Чудеса. Свобода. Увидьте Иисуса в действии. Служение. Расцвет пробуждения с Хермесом Фалька-младшим.